Был такой замечательный математик Пол Эрдош. Я удивительно, что про него не говорил на самом деле, потому что случайные графы, которые на нас капали из тучки, по большому счету, ну если не придумал, то по крайней мере распиарил максимально и действительно положил начало теории случайных графов, безусловно, Эрдош. Эрдош – это замечательный венгерский математик, который прошел достаточно долгую, но не очень долгую жизнь, в 1913-1996 годы. Давайте я напишу, вот так вот он пишется, его фамилия. Это такой классик настоящий, великий комбинаторщик. Абсолютно всю жизнь он посвятил исключительно математике. Значит, оригинал был вообще большой, как бы вам сказать, но он не имел собственного дома, зато имел огромнейшее количество учеников по всему миру, и он жил, перемещаясь от одного ученика к другому по домам этих учеников и по конференциям вечисленным, в которых участвовал. За вот эти вот, сколько, 83 года своей жизни, из которых все-таки, ну, наверное, он какое-то время математикой не занимался, как вы понимаете, он произвел более полутора тысяч математических публикаций, причем таких содержательных и нетривиальных. Если посчитать, что, ну, например, начал он работать где-то там в 23-летнем возрасте, то получается, что за 60 лет плодотворной работы математической он произвел полторы тысячи публикаций. То есть это надо разделить, если посчитаете, получится, что в две недели, каждой две недели он производил очередную публикацию. То есть человек просто занимался математикой с утра до ночи. Вот, он был великий придумыватель задач, совершенно гениальный. И он любил назначать цены за свои задачи. Он говорил, вот за эту задачу, за решение этой задачи, я бы дал 50 долларов, а за решение этой задачи я бы дал тысячу долларов. Имелась в виду просто некая оценка сложности, потому что, ну, если 50 долларов у него, может быть, и было, то тысячи у него не было точно. Ну, у него не было своего дома, у него и тысячи долларов не было. Однако ученики, среди которых были вполне обеспеченные люди, которые могли создавать некие фонды, они в конечном счете стали выплачивать эти деньги людям, которые действительно решали задачи Эрдыша. Снял отлично в 1999 году, был на конференции памяти Эрдыша, ему уже вот три года как не было к тому времени, и там одному математику вручили тысячу лет. Несколько тысяч, я сейчас не помню, долларов за решение некой выдающейся проблемы. То есть, вот, ну, большой оригинал. Но он создал всю, можно сказать, очень существенную часть современной школы комбинаторики, вероятностной комбинаторики, случайных графов, там, элементарной теории чисел, элементарной геометрии. В общем, у него огромное количество работ вокруг вот всего этого, и он, ну, действительно, настоящий классик был, к сожалению, уже не жив. Еще я люблю в этом месте рассказывать то, что обычно цитируют его ученики по поводу него, насколько он был помешан на математике. Значит, у него была очень хорошая ученица, любимая ученица, можно сказать, Вера Шош, тоже венгерка по национальности, он сам венгер. Вот. Он с ней переписывался, но имейла тогда не было, он переписывался по обычной почте. Какие-то там, 50-е годы. Вот. И обычное такое среднее письмо Эрдаша к Вере Шош начиналось словами «Дорогая Вера, рассмотрим граф». Ну и дальше, дальше. Вот. Вот. А одно письмо более лирическое, вот его ученики очень любят это письмо цитировать, но она ведь ему позволена, и дальше с ним ученики его повсюду тиражируют. Ну и я вам расскажу, значит. Подробности там, дословно не помню, но смысл такой. «Дорогая Вера, я сижу там в доме какого-то ученика, в 6 утра играет приятная музыка, я доказываю и ставлю гипотезы». Такое очень лирическое письмо, но человек в 6 утра уже сидел и доказывал, там приятная музыка играет, я доказываю теорему и формулирую гипотезы. Ну, такой был действительно абсолютный энтузиаст в математике. Вот. По поводу, кстати, произношения фамилии еще я скажу на всякий случай. Принято у нас писать вот так. Ни в коем случае не надо его назвать «рдежем» при этом. Значит, конечно, в русской традиции существует простановка ударения на «йо». И я, честно, довольно сильно против сам того, чтобы здесь «йо» писать, потому что в результате люди говорят «рдеж», но это неправильно, он «эрдеж» все-таки. Ну, «эрдеж», «эрдеж», «эрдеж». То есть ударение на «э» в большей степени, но здесь все-таки «йо» в каком-то смысле. Ну, «эрдеж», «эрдеж». Ну, не «рдеж» ни в коем случае. В моих книжках, которых я только напроизвел кучу, издательство МЦНМО упорно ставит это «йо». Я ничего с ними не могу сделать, хоть я автор, но вот я не могу их заставить убрать это «йо». Хотя бы написать, что ударение надо ставить на «йо».